Первая украинская опера впервые в Запорожье. Совместными усилиями областной филармонии Национального заповедника Хортица запорожцам презентовали постановку украинской оперы «Запорожец за Дунаем». На премьере побывали наши корреспонденты. Постановка оперы «Запорожец за Дунаем» на территории историко-культурного комплекса «Запорожская сечь» не только уникальна, ведь представлена запорожцам впервые, но и символично. Оперу показали накануне Дня Конституции Украины. И так сегодня сложились обстоятельства, что в некотором роде наша история повторяется снова, считают организаторы. Мы помним, что тогда запорожцы за Дунаем опинились под тиском империи, что как раз там появилась первая Конституция после того, как зруйнована была и Сечь. И, соответственно, сейчас мы восстановили Сечь, и сейчас у нас есть запорожец за Дунаем. И снова, как и тогда, мы покладываем все свои надеи на новую Конституцию. Уникальным будет не высокий уровень исполнительского мастерства, танцы, вокальные искусства, а вот та тема патриотизма и любви к Родине, которая пронизана все наше представление. Герои оперы, оказавшись на чужбине, переживают сильнейшую тоску по Родине, молятся об Украине и мечтают снова вернуться домой. Участниками ландшафтного спектакля «Запорожец за Дунаем» выступили артисты областной филармонии и Днепропетровского театра оперы и балета. Говорят, все репетиции проходили под дождем, но в день премьеры природа дала благословение на спектакль. Места для зрителей оказались переполненными. Людей пришло почти в два раза больше, чем ожидалось. Если сюда приходит зритель, то это ценитель нашего искусства. А если наше искусство ценит, то, естественно, аплодисментов хватает много. Отдают хорошо, да. Приятно работать. Взагалі будь-якое действие, если оно происходит не в обычном театре, не на обычных декорациях, а коли декорациями выступает небо, земля, споруды самой Сечи, безумовно эмоции переповнюють. Это новый шаг, новый взгляд, новый подход к постановке подобных спектаклей. Красота хортицкого пейзажа и сооружений Запорожской Сечи, мастерство артистов и проникающее в глубину души музыка симфонического оркестра перенесли зрителей в далекий XVIII век. Вместе с артистами на сцене они пережили чувство ностальгии, ненависти к турецкому султану, нежной любви от Дарки и Андрея и огромной радости от возвращения на родную Украину. Запорожье за Дунаем дал хороший старт сезону оперных спектаклей под открытым небом. Вдохновленные успехом организаторы мероприятия планируют сделать такие постановки традиционными.